Транспортные системы оплаты «Стрелка» и «Тройка», банковские карты, тот перечень инструментов проезда на работу, у которых постоянно поступают жалобы. Депутат Валерий Черников ежедневно получает десятки сообщений от жителей о том, что те не смогли оплатить маршрут и их высадили. На самом же деле это проблема перевозчика, утверждает народный избранник. В случае несрабатывания электронного платежа водитель обязан провести пассажира бесплатно. Сейчас проверили три автобуса. Из этих трех автобусов один был нерегулированным тарифом, два было с регулированным тарифом. Карта «Тройка» я попробовал проверить, а также проверили карту «Мир». Значит, карта «Мир» пробилась во всех трех автобусах, карта «Тройка» пробилась только в двух автобусах. В одном автобусе терминал ее не считал, не пробил. Пытались минут пять по-разному ее вставлять, не получилось. Водитель предложил проехать не бесплатно. Такую ситуацию участники рейда встретили в Боброво на одной из остановок улицы Лесная. Маршрут 12.02. Однако водители продолжают махинации на маршрутах с нерегулированным тарифом. При проезде меньшего расстояния деньги берут как за максимальный. Я хочу оплатить карту «Тройка». У вас принимают карту «Тройка»? И совсем другая ситуация на маршруте 10.19. Карта «Тройка» не прошла. Водитель отказался везти бесплатно. Но больше всего участников рейда удивило отношение ко всему происходящему самих пассажиров. Слушайте, давайте мы уйдем. Слушайте, давайте мы все-таки делаем эту работу для вас, чтобы вам было комфортно и удобно. Просто как бы нам показать. Что? Ваша работа не сводит. Вы считаете, что не нужно ничего делать? Ну, если у меня карта «Тройка», как я могу проехать? Деньгами сплатить. Ну, только я же деньги сюда положил. Ездите, раз вас устраивается. Значит, получается, что те, кто пишет жалобы, кто обращается, их меньшинство. Всех остальных, большинство все устраивает. Я задал вопрос логичный. Может быть, нам тогда не нужно в это включаться? Нам сказали, не лезьте, бесполезно, не надо, нас все устраивает. Представитель проекта «Народный контроль» Шерзота Таев советует пассажирам не поддаваться на уловки несознательных водителей и при невозможности оплатить проезд доступными для жителей Московской области способами требовать проехать бесплатно. Это соответствует закону. Если вам бесплатный проезд не предоставляется, то, соответственно, вы можете позвонить на горячую линию Минтранса либо обратиться в ближайшую приемную «Единой России», где мы уже, соответственно, зафиксируем данное обращение, зафиксируем данный госномер автомобиля и уже будем, соответственно, разбираться с компанией-переводчиком. Будем требовать, что такие наглые водители должны быть увольны. С какими бы настроениями пассажиры не относились к этой ситуации, участники рейда намерены продолжать инспекции, чтобы водители знали, в любой момент их могут привлечь к ответственности. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Виднет.